В 15 главе послания Коринфянам Павел объясняет учение о воскресении, потому что вот это воскресение, оно является, как мы говорили, прошлое воскресение, является сердцем Евангелия и основа христианской евангельской веры. Поэтому прежде чем излагать тему воскресения, вначале он напоминает им Евангелие, потому что оно напрямую связано. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы и утвердились, в котором вы спасаетесь, если преподанную удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Смотрите, здесь написано, что Христос умер, и он воскрес по Писанию. То есть, Христос воскрес и умер согласно тех порочеств, которые были сказаны в Ветхом Завете, потому что Нового Завета еще не существовало. Поэтому, когда говорится по Писанию, подразумевается весь Ветхий Завет. Мы уже приводили порочества с Ветхого Завета, прошлое воскресенье. Хочется еще одно добавить, которое относится непосредственно ко Христу в 15-м псалме. Давид говорит, «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Помните, это пророчество использует апостол Петр в тот момент, когда он произносит свою первую проповедь в день Песятницы в Иерусалиме. Деяние апостола 2, 29. «Муж и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня, будучи же пророком, и зная, что Бог с клятву обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». В Ветхом Завете я нашел 8 упоминаний о воскресении Христа. И лишь одно из них, вообще о воскресении, 8 пророчеств, которые говорят вообще о воскресении мертвых, и только одно из них, которое конкретно указывает на воскресение Христа. Вот это именно это, которое в 15-м псалме озвучено. В прошлое воскресение ко мне подошли люди и спрашивают, вот в третий день он воскрес по Писанию, где написано в Ветхом Завете в третий день по Писанию. Есть Иосии, 6 глава, 2 стих, но там больше относятся к Израилю, а не воскресении Христа, что в два дня, в третий день восставят. То есть прямого указания в Ветхом Завете, что он воскреснет именно в третий день, нету. Но прообраз есть, об этом говорил сам Христос, Матфея 12, 39. Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения и он и пророка. Ибо как и он был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Христос страдал и умер, и воскрес по Писанию. Он страдал, умер и воскрес по Писанию. Об этом говорит Павел. О том, что он воскреснет именно в третий день, он говорил ученикам уже неоднократно, много раз говорил. Поэтому слова по Писанию относятся к самому факту смерти и воскресения Христа, а не к указанию, что он воскреснет в третий день. Он говорил о своем воскресении в третий день ученикам много раз. Настолько часто он говорил об этом, что даже первосвященники помнили этот факт. Посмотрите, 27 глава, 62 стих. На другой день, который следует за пятницу, в субботу, то есть они даже не постеснялись в день покоя, нарушить покой и прийти для того, чтобы требовать охрану у гроба. Они пришли к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресного». Посмотрите, какие внимательные. Ученики даже не помнили, они помнили, говорит, «мы вспомнили». «Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Когда Павел начинает излагать Евангелие в 15 главе, то он касается трех основных частей. Смерть Христа, воскресение Христа и третье чего – явлений Христа, воскресшего Христа ученикам после воскресения. Вот эти три элемента, если внимательно читать Деяния апостолов, проповеди апостолов, они постоянно вкраплены вот в их проповеди. Именно смерть Христа, воскресение и его явление. Они красной нитью проходят через всю книгу Деяния апостолов. Они задокументированы Лукой, в прошлый раз мы говорили, помните, о пяти печальных последствиях, если бы Христос не воскрес. Что бы было, если Христос не воскрес? Я хочу напомнить их. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетно – это первое. Тщетно вера ваша – это второе. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге – это третье. Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскреснут. Он задает такой гипотетический вопрос – что произошло, если бы это было? 16 стих. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших». Четвертый факт. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой жизни надеемся на Христа, мы – несчастье всех человеков. Наша проповедь была бы напрасной, наша вера не имела бы смысла, мы оказывались бы обманщиками, третье, других людей, и самое главное – мы обманывали самыми себя бы. Четвертое. Мы не были бы свободны от греха, потому что тогда бы, получается, его искупление, оно не было бы завершенным, то есть Бог как бы не принял его жертву, получается. И пятое. Мы были бы самыми несчастными людьми, потому что, если нет воскресения, значит, нет вечной жизни, значит, нет надежды. Зачем тогда жить здесь на земле? Мы как эти растения, как эти черви, как эти, говорят, эволюционисты, знаете, как амебы своего рода. Раз – и нет у нас. Были – и нет у нас. И все. Сегодня мы поговорим о том, для чего Христос являлся ученикам после своего воскресения. Павел говорит об этом, как продолжение Евангелия, пятый стих. И что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иаков, также всем апостолам, после всех явился и мне, как некому извергу. Почему Христос много раз являлся ученикам после своего воскресения? То есть, то, что мы находим в Писании, это не все. Он гораздо больше являлся ученикам. Но почему он так много являлся им? Посмотрите, а Павел тщательно исследовал этот вопрос, и он установил своего рода хронологию явлений Христа после его воскресения. И он говорит, в одно время он даже явился более пятистам братьям, которые еще живые. То есть, прошло примерно двадцать лет после воскресения Христа, и те люди, которые лично видели, вот, они еще живые. Вот, к примеру, вы помните события, которые были двадцать лет произошли в вашей жизни? Или с кем-то вы сталкивались? Это не так давно, да? Точно так же он говорит, они еще до сих пор живые. То есть, вы можете с ними встретиться. Павел понимает особую важность явлений Христа, поэтому он как бы отвечает на вопрос, для чего Христос являлся ученикам после своего воскресения. В чем была цель таких личных встреч Спасителя со своими последовательными вести? Есть несколько причин. Мы сегодня только две причины возьмем, рассмотрим, почему. Первой и самой главной причиной, почему Христос являлся своим ученикам, для того, чтобы доказать им, что Он действительно Бог. Вы кажете, кажется, ну, это вроде бы понятно. Помните, сам Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Ничего подобного. Помните, они иногда задавали ему вопрос, или точнее друг другу, кто же этот, которому и ветер, и море повинуется? То есть, у них все витал вопрос еще, а кто это такой вообще с нами? И ветер, и море повинуется так же. После своего воскресения Он является своим ученикам, для того, чтобы показать, Он реальный Бог. И этот факт неопровержимый, его невозможно просто отвергать. Это реальность. Поэтому он говорит, что мы видим, что воскресение Христа является доказательством его божественности. Христос подтверждает свою божественность. Это первая причина. Мы посмотрим на две сегодня. Это первая причина. Хотя первосвященники, фарисеи, они не верили в воскресение Христа, но они понимали, какой эффект произведет даже просто слух о том, что Он воскреснет. Еще раз повторяю. Помните, первосвященники и фарисеи, они не верили, что Христос воскреснет. Они называли Его обманщиком. Но они понимали, что произойдет, если просто кто-то пустит слух о том, что Он воскрес. Поэтому они просили Пилата поставить охрану около гроба и высказали предположение, что его тело могут выкрасть ученики. Посмотрите, они говорят, придя ночью, не украли его и не сказали народу воскрес из мертвых, будет последний обман хуже первого. То есть они содрогались при одной только мысли, что если вдруг апостолы решатся украсть тело Христа и объявят, что Он воскрес, это будет кошмарным сном для них. То есть только слух. Вы знаете, какое сегодня имеет влияние в прессе, когда кто-то пускает какой-то слух, какую-то сплетню. И оказывается, фарисеи это давно уже знали. Они не допускали мысли о том, что Христос действительно воскреснет, но они боялись даже слуха во Вего воскресении. Знаете, почему? Они мыслили в соответствии с состоянием своего испорченного сердца. Они обманывали людей, и они думали, что и ученики тоже могут обмануть людей. Знаете, каждый мыслит в меру своей испорченности. Есть много вещей в этом мире, которые можно восстановить. Можно восстановить утраченное богатство, можно исправить или вылечить немало болезней. Есть факт, с которым никто из людей не может успешно бороться. Есть такое общеизвестное всем явление, против которого никогда никто не изобретет эффективной вакцины. Это ее величество смерть. Против нее нет вакцины. Врачи могут выводить людей из комы, как мы были свидетелями на этой неделе. Макса выводили из комы несколько дней. Врачи иногда держат на аппаратах искусственного дыхания людей месяцами. Но если человек умер, всем понятно, он умер, ему же ничем не поможешь. Ни аппаратом искусственного дыхания, никакой вакцины, никаким лекарством. Поэтому победа Христа над смертью есть самое убедительное доказательство, что Он Бог, Его божественность. Христос совершал много чудес. В Библии написано около 40 чудес, которые Христос совершал. Но я думаю, они не все, которые Он совершал. Например, исцеление неизлечимой болезни, проказой Он исцелял. Или, к примеру, исцеление слепорожденного человека. Он не то, что потерял зрение, он родился слепым. У него нет никаких рецепторов. У нас есть несколько человек, которые работают в сфере глазной, помогают докторам. Они понимают, Он родился слепым. Или же, к примеру, исцеление одержимого в стране Годоримской, в которой был миллион бесов. Или же насыщение людей питью хлебами маленькими и двумя рыбками. Помните, Христос даже воскрешал мертвых? Сына вдовы в Наине, дочь начальника синагоги Ира и Лазаря, тело которого начало уже разлагаться. Но одно дело, когда ты воскрешаешь других людей. Но совершенно другое дело, когда ты говоришь, что я воскрешу сам себя. Я умру, пройдет три дня, и я потом воскресну. Это совершенно другой подход. Посмотрите, эти чудеса были доказательством того, что Он является Сыном Божиим, когда Он говорил, Иоанна 10, 37, «Если я не творю дело Отца Моего, не верьте Мне. А если творю то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, Я в Нем». Христос говорит, «Если вы не хотите признавать во Мне весь Мессию, признайте факты чудесных знамений, исцелений, которые никто из людей не может сделать. Ведь вы являетесь очевидцами Моих дел, то есть чудес, такие вещи может творить только Бог. И целью этих невероятных знамений и чудес было показать людям, что Он действительно обещанный Мессия, Он Бог. Помните, что люди говорили Христу, когда Он висел на кресте? Матфея 27, 39, посмотрите. «Проходящий же злословили Его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, намек на Его воскресение». Помните, Он говорил об этом? «Спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». На что они бьют здесь? Ты других, вот ты других спасал, а вот себя ты можешь спасти или нет? Как я говорил, одно дело воскресить кого-то, а вот ты себя можешь исцелить или воскресить? Смотрите, 42 стих. «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если Он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него». Посмотрите, они бросают вызов, они фактически сами против себя будут свидетельствовать через три дня. Вот этими словами. «Уповал на Бога, пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему, ибо Он сказал, я Божий Сын». Беспомощность Христа на кресте, она была очевидной для всех, и для Его друзей, и для Его врагов. И они использовали вот этот факт для того, чтобы издеваться над Спасителем, бросать Ему вот эти колки и насмешки. «Попробуй исцелить себя сам, попробуй сойти со креста, мы уверуем в Тебя». Вид Христа был настолько обезображен, настолько унижен, настолько Он был избитым, окровавленным, что они понимали, это нереально. Правда? Был такой момент, когда Христос висел на кресте, что они допустили мысль о том, что может произойти чудо. Помните этот момент? Я напомню вам, Матфея 27, 45. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или ламаса в акфани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, Илью зовет». 48 стих. «И тотчас побежал один из них, взяв губку, наполнил уксусом и наложив на трость, давал ему пить, а другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его? Иисус же возопил громким голосом и спустил дух». Помните пророк Илья? Это один из самых известных пророков Ветхого Завета, который совершал немало чудес. И кроме того, евреи знали, что Илья не умер. Его взял на небо Бог в огненной колеснице. Поэтому у них возник вопрос, ага, значит, у него есть шанс спасти Христа, есть ли Он действительно Божий Сын? Но чудо не произошло. Все разошлись от креста, успокоились в субботний день, чтобы праздновать субботу. Множество людей были свидетелями того, что Христос действительно умер. Умер в мучениях ужасных. Помните, об этом свидетельствовал сотник, когда спросил его Пилат, или же он сам сказал в конце, он увидел, что он умер. Воин, который проткнул в ребро копьем, он убедился, что он мертвый. Первосвященники, потому что они просили охрану у гроба, они не могут просить охрану живому человеку. Он умер, реально. Свидетелем смерти Христа был Никодим, который принес необходимое для погребения. Женщины, которые там присутствовали, об этом было доложено Пилату, что он действительно умер, и тело можно отдать Никодиму. Были сотни людей, которые могли засвидетельствовать о том, что он действительно умер. Христос много раз предупреждал учеников, что его и забьют, распнут, убьют, но он воскреснет. Все это звучало, знаете, необычайно и фантастически. Вот просто реально представьте себе, вот кого-нибудь из нас, кто-то, мы же люди, и Христос был человеком, хотя он был учителем, но вот представьте себе, кто-то говорит, я умру через три дня воскрес, но мы будем считать его умалишенным. Что-то у человека ненормально с головой, да? Несмотря на то, что Христос это совершал, все равно они не могли понять это. Одно дело воскресить кого-то, а другого дело воскресить самого себя из мертвого состояния, да еще и заранее об этом объявить своим ученикам. Он говорит, разручьте храм сей. Помните, он говорит, и в три дня я его воздвигну. По теории вероятности, можно предположить, что Христос действительно будет убит. Мы все умираем, да? Но действительно его распнул. Почему? Потому что вот эта казнь, распятие, она практиковалась в то время, что вот этот план, заговор против него, он сработает. Но нет возможности высчитать по этой же самой теории вероятности возможность воскресения человека из мертвого состояния. Точнее, математически это можно высчитать, все-таки, вероятность воскресения Христа. Но она является просто невероятной. Это будут цифры просто огромные. Между тем, Христос сказал Марфе, что воскресение, оно является доказательством его божественности. И он сам имеет способность воскрешать других людей. Посмотрите, Иоанн 11, 25. Мы уже несколько раз этот текст на этих праздниках цитируем. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь». «Я есть воскресение и жизнь». «Верующий в Меня, если умрет, оживет». «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет». Посмотрите, Христос единственный, кто может воскрешать людей для вечной жизни. Вне Христа не существует ни воскресения, ни вечной жизни. Никто, кроме Бога, не может воскрешать людей. Никто, кроме Бога, не имеет власти над смертью. Поэтому заявление Христа есть подтверждение Его божественности. Такое заявление. Далее посмотрите, 6 глава 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я подчеркиваю, и я воскрешу Его в последний день». Никто-нибудь другой, Христос живой, ходит среди них. Он говорит, я не только воскрешу, воскресну, я других тоже буду воскрешать. Для вечной жизни притом. То есть воскреснув ранов, воскресенье, первый день недели, Христос показал всем людям, что смерть не может удержать Его в своих костлявых руках. И об этом Дух Святой говорит через апостола Петра в его первой проповеди, Деяния 2,23. Этого по определению, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что невозможно было удержать его. Невозможно. Для нас это нормально, реально, мы все умираем, и это нормально, но Его смерть не могла удержать, хотя Он и был человеком, на 100% человеком. Помните, врата смерти, они открывались только в одном направлении. Знаете, есть такое, one way. Но Христос совершил то, чего никогда не происходило. Он вышел в обратном направлении смерти. Были, конечно, те люди, которые воскресали до этого, но им надо было опять умирать. Но Христос воскрес для того, чтобы уже никогда не умирать, поэтому Он назван в Писании как? Первенец из умерших. Через Свое воскресение Христос нарушил много физических законов, множество, которые не в состоянии изменить или нарушать кто-то из людей. Его кровь застыла, его мозг перестал работать, сердце перестало биться, тело стало холодным, но это не самое главное. Он воскрес через три дня в совершенно другом теле, которое имело способность проходить через препятствия, через закрытые двери, передвигаться со скоростью мысли, но при этом иметь следы от ран, которые имел. Как это совместить, нам трудно понять. Божественность Христа подтвердил и ангел. Помните, когда он обратился к женщинам, которые пришли посетить его гроба? Матфея 28, 5. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Господа распятого, его нет здесь, он воскрес, ударение, как сказал. Он воскрес, как сказал. Ангел напоминает им. Помните, что Христос вам говорил? То есть ангел знает. Он говорит, он сказал, его слова в точности исполнились. Он сказал, что он умрет, воскреснет, и это действительно совершилось. Мы тоже можем многое предсказать. Мы можем предсказать, к примеру, падение в экономике, или же наоборот, подъем в экономике. Мы можем предсказать растущую мощь какого-то государства, о том, что через 20 лет или через 30 оно будет более сильным. Мы можем предсказать, что Европа через 30 лет будет полностью мусульманской. Мы можем это предсказать, это реально, действительно. Но предсказать свою собственную смерть и потом свое воскресение через три дня никто из людей не может. Это может сделать только Бог. Он заранее предсказывает невероятные события, он выполняет их. Апостол Павел неоднократно отмечает в посланиях, что воскресение Христа является доказательством Его Божества. Римлянам 1,4. «И открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых». Обратите внимание. «Он открылся, что Он Божий Сын через воскресение из мертвых». Здесь употребляется греческое слово, которое перейдено на русский язык, как «открылся». Очень правильный смысловой перевод на русский язык. Это слово «хоризо». Буквально оно означает «устанавливать границу». От этого слова произошло слово «горизонт». «Horizon» от этого слова греческого. То есть горизонт показывает границу между небом и землей. Воскресение Христа ясно показало разницу, границу между Христом и обыкновенными людьми. Обычные люди умирают, но не Христос. Смерть не имеет над Ним власти. Его воскресение показывает, что Он не был очередным учителем нравственности, пророком или раввином. Он – сущий Бог, первенец из умерших. Павел здесь говорит, пятый стих, посмотрите, «через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять все народы». Он говорит, что благодаря этому мы получили апостольскую власть и реальную силу. Это мы сегодня не будем говорить об этом. Это третья причина, почему Христос явился ученикам. Итак, первой причиной, почему Христос явился и воскрес ученикам, воскрес и являлся ученикам – это доказать, что Он – истинный Бог. Второй причиной является необходимость того, для того, чтобы утвердить учеников в их вере. Значит, первое – доказать, я – Бог. Второе – подтвердить веру учеников. Сначала необходимо обратить внимание, что Христос являлся только верующим в Него людям после своего воскресения. Воскресение Христа – это такие неоспоримые явления, знаете, очевидные доказательства о том, что Он был здесь. В этих явлениях Он проявлял особую милость людям, которым Он являлся. То есть это является одной из самых высших откровений, которые Бог давал людям. Апостол Петр в одной из проповедей в доме римского Корниля в 10 главе Деяния Апостола отмечает интересные факты явления Христа. «Всего Бог воскресил третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых». Смотрите, два интересных факта. Явления Христа не были иллюзорными, воображаемыми. Почему? Тут в тексте написано, мы с Ним что? Ели и пили. Это реальность. Он был в новом теле, которое было ощущаемым, с видимыми ранами после распятия. В то же время это тело было прославлено, оно могло беспрепятственно перемещаться со скоростью мысли, не имея никаких препятствий. Следующий очень важный факт. Если Христос во время своей земной жизни много раз беседовал с людьми, которые не верили в Него, Он чудеса свои являл перед всеми людьми, то после воскресения Он являлся только верующим людям. Посмотрите, здесь написано. «Не всему народу, не всему народу, но свидетелям, избранным от Бога». Именно им Он являлся. То есть у людей, которые во время земной жизни видели Христа, было очень много шансов для того, чтобы они покаялись и уверовали во Христа. Они были свидетелями невероятных чудес. Они даже задавали вопрос о том, что только от Бога человек, который приходит, может совершать такие чудеса. После воскресения Христос уже не пытается им доказать о том, что Он Христос. Он уже не говорит им, как иудеям, «Но если не верите мне, верьте хотя бы моим делам». Он только утверждает тех, кто в Него уже поверили. Братья и сестры, точно так же будет и со всеми людьми после всеобщего воскресения. Те, кто поверил Христу в этой жизни, во время земной жизни, пока мы с вами живем, каждому из нас определено время жизни. Кому-то 20, кому-то 30, кому-то 80, кому-то тысячу почти, да, в свое время было. Но те, кто поверили во Христа в этой жизни, приняли Христа как своего Спасителя, они будут наслаждаться общением со Христом в вечности. Те, кто в этой жизни отвергли Христа, пренебрегли Его даром благодати, они будут отвержены в вечности. Он не будет их утверждать после их воскресения в вечности. «Ну вот видите, вы в Меня не верили, теперь поверьте». Там уже невозможно будет ничего изменить. Ужас ада именно в этом заключается, что люди, которые не поверили во Христа в этой жизни, они будут отлучены от Бога раз и навсегда. Они не будут общения с Богом, они не будут иметь даже общей благодати, под которой сегодня находятся все люди Земли. Ведь по общей благодати Бог посылает солнце, дождь, всем людям, независимо от того, верующие они или они атеисты. Но после этого уже изменить ход своих мыслей, изменить свое положение после смерти будет невозможно. Сегодня Божья благодать и Евангелие звучит для всех людей во всем мире. Сегодня Писание приводит многочисленные факты его жизни, его воскресения, его божественности для того, чтобы люди спаслись. Сегодня каждому человеку предоставляется возможность для спасения, но в вечности этой возможности уже не будет. Те, кто отверг Христа в этой жизни, шанса для покаяния после жизни, как учат католики или православные, что еще 40 дней душа будет туда-сюда носиться, и у нее, она будет в чистилище находиться, и будет возможность ее перевести в хорошее место. Этого не будет. Итак, Христос являлся после своего воскресения только к уверовавшим людям. Еще на что необходимо обратить внимание, что Христос являлся ученикам, чтобы утвердить их в вере. Невозможно описать состояние учеников после смерти Христа. Они были в таком удрученном состоянии, что просто рыдали от отчаяния. Вы когда-нибудь рыдали или нет? Вот было у вас такое горе, что вы не просто плакали, а рыдали, вопили к Богу. Было такое или нет? Вы можете вот вспомнить этот момент? И об этом пишет евангелист Марк. Скажите, из чьих слов евангелист Марк пишет свое Евангелие? Петра. Совершенно верно. Со слова апостола Петра. Первый из всех апостолов не стесняется описать свое жалкое и разбитое состояние после смерти Иисуса Христа. Когда Мария Магдалина, уже встретившись со Христом, потому что Он ей явился первой, приходит к апостолам и она говорит, я видела Христа, Он воскрес. Посмотрите, что пишет Марк. Она пошла и возвестила бывший с Ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, что не поверили. Кому она возвестила? Каким? Плачущим и рыдающим. Знаете, ну, женщины, они более эмоциональные, да? Они более такие, но когда, извините меня, мужики рыдают и плачут, это уже, это уже серьезно. Это уже серьезно. Петр честно свидетельствует, мы рыдали, мы плакали там, мы не поверили Марии, мы не поверили двум ученикам, которым Христос явился по дороге в Имаус, которые говорили с Ним. Это говорит, знаете, о чем, братья и сестры? Это говорит о глубоком смирении Петра, когда он вспоминает этот факт. Он признается, что они не поверили этому факту. Он признается Марку и признается всем нам сегодня, что они не поверили очевидцам, которые видели, что Христос воскрес. Наверное, никто бы из нас, будучи первым апостолом, не написал бы о себе такую нелестную историю. Обычно, особенно правители, они все время переписывают истории и хотят представить, вот дедушка там, Ленин такой был замечательным, ух, какой он был умница и так далее. Все переписывают историю свою. Павел научился смирению у Христа. Скорбь, он говорит, настолько охватила наши души, что мы утратили способность к рациональному мышлению. Приходит человек и говорит, мы видели Христа, мы лично с ним разговаривали, мы с ним беседовали, не верим. Приходят еще двое и говорят, он нам встретился, мы его узнали, потом он неожиданно вдруг исчез, не верим. То есть, рациональное мышление, мы реально видели, разговаривали с ним. Дело в том, что апостолы не совсем понимали факт даже воскресения Христа, хотя он много раз говорил им. Вот посмотрите, Марка 9,9 после преображения перед тремя апостолами, он говорит им, когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг у друга, что они спросили? А что значит воскреснуть из мертвых? Он им говорит, не рассказывайте этого, потому что он явился во славе своей. Он говорит, не рассказывайте другим, что вы видели меня во славе. Почему? Почему он не позволил им рассказывать другим о том, что они видели его в этой славе? Как вы думаете, почему? Потому что он не хотел, чтобы они подогревали мессианские настроения в сердцах людей. Люди думали о нем, что он будет освободителем их от римского ада, что он поведет римского владычества, рабства. Он поведет полки против Рима. Они уже готовы были его сделать царем. Он не хотел, чтобы они пришли и сказали, слушайте, да мы видели его во славе, вы представляете, и Моисей, и Илья ему являлся. Он говорит, молчите, не говорите об этом. То есть, его целью было не сражаться с римскими легионами, его целью было сразиться сразиться со грехом и смертью. А уже когда этот факт совершился после воскресения, тогда они и поняли, в чем суть была его смерти, его воскресения, в чем была суть его мессианского прихода. Не освобождать их от римского ада, не сажать их по левую, по правую сторону друг от друга и занимать все министерские портфели. Его цель была действительно искупить их от власти греха. веря во всеобщее воскресение в конце времени, они не могли понять, о чем именно говорит им Христос, когда говорит им о своем воскресении. Даже когда Христос явился им, им, они все еще не могли понять, что это все значит. Ну, давайте все по порядку. Кому, зачем и в каком порядке являлся Христос для утверждения их веры? Явления Христа проходили в определенном порядке, последовательности, и Павел отмечает здесь не все, но почти все явления Христа. Первым человеком на земле, кому явился воскресший Христос, об этом говорил Марк, вот отмечает, обратите внимание, Марк отмечает это событие, у Павла не написано об этом, Марка 16, 9, воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Помните, она в свое время была какой? Вот тут написано, бесноватой, она была одержимой, семь бесов было, не один, а семь бесов было в ней. То есть, она, в отличие от других людей, помните, она не хотела уходить от гроба Христа, Иоанн говорит об этом, а Мария стояла у гроба и плакала. Иисус говорит ей, Мария, она обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Вероятно, она больше всех любила своего спасителя, больше всех была удручена его смертью. И он утешил ее в первую очередь. Теперь смотрите, первым из апостолов, кто увидел воскрешу Христа, был Петр, который назван здесь Кифа. И что, явился Кифи, потом двенадцати. Когда это произошло, мы не знаем. Скорее всего, между явлением Марии и Магдалини и явлением двум ученикам, которые шли в Имаус. Почему Петру? Почему Петру? Потому что он тоже был в унынии, в большом унынии. Он в страхе, помните, отрекся от Христа три раза. Петр сильно страдал, он находился в сильной депрессии. Христос знал это, поэтому является ему персонально, лично является Петру. Кроме того, Христос хочет подчеркнуть, что Петр остается одним из первых апостолов. Его благодати достаточно для того, чтобы простить Петра и утвердить его как первого лидера среди апостолов. Дальше он говорит, потом двенадцать. Потом двенадцать. Это слово указывает на последовательность. Слово двенадцать имеется в виду условно. В тому моменту было уже только одиннадцать апостолов. И в первый день недели, в принципе, он явился сначала только десяти даже апостолам, а не двенадцати. Затем он явился Иакову. О каком Иакове здесь идет речь, точно мы не знаем, но, скорее всего, это сводный брат Христа, который, подобно Фоме, сомневался в божественной сущности своего брата. Христос явился лично ему, чтобы он окончательно утвердился и впоследствии, помните, кем он стал? Пресвитером Иерусалимской церкви. Посмотрите дальше, восьмой стих. А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодатью во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Смотрите, невозможно не заметить, когда Павел говорит о явлении воскрешенного Христа лично ему, он признает, я вообще этого не был достоин, чтобы Христос не являлся. Павел считает, что он не достоин называться вообще апостолом, потому что он гораздо позже их уверовал, уже после вознесения Христа, и он наименьший, и также потому, что был гонителем церкви. Также, продолжая тему Евангелия, Павел говорит о своем обращении ко Христу. Помните, покаяние Павла было напрямую связано с явлением воскрешенного Христа ему, когда он шел на дорогу в Дамаск. В этом описании он подчеркивает, что был достоин смерти, он подчеркивает, он как изверх, русское слово изверх, оно нарицательное, да, молодежь это не понимает, русское слово изверх, говорят, это нарицательное, но оно произошло от слова извергнуть, здесь используется греческое слово, которое указывает недоносок, выкидыши, вот это выкинутый утробный плод, в английском написано born out of due time, он сравнивает себя с мертворожденным, недоношенным ребенком. Павел, самый, я бы сказал, великий среди апостолов, который больше всех написал, больше всех сделал для Евангелия, он говорит, я как недоносок. Знаете, почему? Когда Евангелие сражает сердце человека, он высоко о себе не думает и не мечтает, он понимает, что то, что он получил от Христа, это более чем достаточно той благодати, которую он получил. Ефесянам 24, Павел же пишет, Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом благодатью, мы спасены. Мы мертвые были по своим делам, преступлениям, а он нас оживотворил со Христом. Если человек понял сущность Евангелия, он всегда будет видеть глубину того рва, из которого извлек его Господь, вытащил его оттуда, и он всегда благодарно будет взирать на вершину Голговского Креста, на ту гору спасения, на которую поднял его Христос. Если же человек не понял Евангелие, он всю жизнь будет хвалиться своей праведностью, своими заслугами, о том, что он баптист в четвертом поколении, о том, что он ничего не пропускает, все жертвует, регулярно молится и так далее, и тому подобное. Как фарисей в храме? Павел ясно понимает, что его собственную праведность и его религиозность до обращения ко Христу можно сравнить с выкидышем, зародышем, который мертв, в котором нет жизни, но Божия благодать дала ему настоящую жизнь. Вот почему он однажды восклицает «Для меня жизнь Христос», а свою праведность и свои заслуги он сравнивает помните с чем? С мусором, буквально с навозом. Смирение Павла выражается уже в том, что он явился мне, он говорит, после всех, он говорит, а уже после всех мне явился. Если Петру, он явился первому из апостолов, то Павлу самому последнему еврейской традиции очень важно было, кто первый, первенец, ему все, кто первый сидит за столом, кто первый из гостей будет, кто первый из приглашенных среди приглашенных на пир. Помните, фарисеи любили написано председание, то есть первые места в синагоге они любили занимать. Павел признает, что он самый последний из всех апостолов и Христос ему в виде исключения является уже не только воскресшим, но уже после его вознесения. Уже Христос уже и вознесся, он оставляет небо, приходит на землю, является, это, пожалуй, один из единственных, или точнее единственный противник Христа, кому явился Христос после своего воскресения. Павел понимает, что Бог по великой милости и благодати сделал для него особое исключение, хотя Павел запоздал своим обращением, но зато масштабы его работы, помните, они превзошли всех других, благодать Божью работала во мне больше всех других, он говорит. В 11 стихе Павел подчеркивает роль библейской проповеди в деле спасения людей. Бог поручил проповедовать ему Евангелие, через это благовестие коринфяне пришли к вере во Христа, он говорит это в контексте явлений Христа ему, и так я ли, они ли, так проповедуем, и вы так уверовали. Павел говорит, это то же самое Евангелие об умершем и воскресшем Христе, который проповедовали и апостолы Христа. В этой вести нет разногласий, на этом заканчивается вступительная часть этой главы. Вывод очень убедительный. Евангелие, которое включает в воскресение Христа имеет реальную силу. Живой, воскресший Христос преображает грешников и делает членами своей церкви. Явления Христа необходимы были для того, чтобы утвердить учеников вере. Вот еще несколько фактов, которые указывают на необходимость явления Христа. Первый из них Евангелие от Марка. Давайте еще раз вернемся к этому тексту. Воскрес урана в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшей с ним плачущим и рыдающим, но не услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, воздестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Посмотрите, Христос явился Марии, она идет, рассказывает, Христос явился ученикам, идущим и Моус, они приходят, не верят. Тогда он является им лично и упрекает их за их неверие. Иисус видел там, в Гефсимании, как апостолы разбежались от него в страхе, оставили его одного перед казнью. Он знает, что они не поверят Марии и Магдалине. И все равно в Евангелии Иоанна он говорит Марии и Магдалины, иди к братьям моим и скажи им о том, что я воскрес. Посмотрите, он не стесняется их, оставивших его, назвать своими братьями. Он спешит явиться первой Марии, потому что она больше всех страдала от этого, но затем является апостолом, он упрекает их за неверие, а потом утешает их, зная, насколько они разбиты и разочарованы. Еще один случай описывает Лука, Луки 24, 36. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, но он сказал, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши. Одно дело не верить очевидцам воскресения Христа, но совершенно другое не верить самому Христу. Это совершенно другие факты. Одно дело, кто-то пришел и сказал, мы видели Христа, другое дело, он вдруг раз и появился. Не верить Ему, который рядом с ними, это совершенно другой вопрос. Посмотрите, трезвятый стих. Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Почему на руки и на ноги посмотрите? Потому что там раны от гвоздей. Он говорит, это я сам, осяжите меня, дотроньтесь до меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И сказав это, показал им руки и ноги, когда же они от радости что? Еще не верят, уже дотрагиваются до него, еще не верят и удивляются. Он сказал, а есть ли у вас какая-нибудь пища? То есть, даже дотрагиваясь до него, они все еще не верят ему. Тогда он говорит, хорошо, чтобы вы убедились, что я не призрак, у вас что-нибудь покушать есть? Они говорят, есть, посмотрите, они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, он взял и ел перед ними. И сказал, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному мне в законе Моисеем пророках Писания. Он еще раз напоминает им Писание. Я вообще не понимаю, братья и сестры, как Христос ел пищу, а потом, как проходил через стену, куда это материальное все девалось? То есть, нам трудно вообще это понять. Помните, апостол Павел говорит, безумный, говорит, это новое тело, трудно понять это. Ты просто не можешь понять, потому что это славное тело. этого оказалось недостаточно для одного апостола. Сегодня вспоминает христианский мир, это называется неделя Фомы была, да? Посмотрите, 20 глав, 24 стих. Фома же, один из 12, называемый Блеснец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Сколько свидетелей? Десять свидетелей приходят к Фоме, посещают его, говорит, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в ран от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его. Что? Не поверю. Поразительно, но факт. Фома не верит свидетелям воскресения Христа, которые утверждают, что видели его, трогали его, еле вместе с ним. Он категорично заявляет, пока лично я не дотронусь до него, не поверю. Братья и сестры, вот поэтому Фома и является самым сильным свидетелем доказательства воскресения Христа. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и говорит им, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, посмотри на руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим. Христос позволяет Фоме дотронуться до ран и подтверждает цель своего явления. В чем цель его явления? Не будь неверующим, но будь верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня блаженны, невидевшие и уверовавшие. Посмотрите, явление воскресшего Христа Фоме убеждает его в том, что это Господь. А второе, Он действительно реальный, невоображаемый. Тут же Христос объясняет блаженство для тех, кто уверовали во Христа, но не видели его. Это мы с вами, братья и сестры. Мы никогда не видели Христа, но мы в Него уверовали и мы блаженны. Есть ли среди нас такие люди, которые еще не поверили во Христа? Сколько еще нужно доказательств для того, чтобы вы могли признать Христа своим Спасителем? Может быть в этот день это будет переломным днем вашей жизни, когда вам откроется Христос как воскресший, как Бог, как ваш Спаситель. Воскресший Христос призывает сегодня людей, пока еще есть время в этой жизни признать Его своим Спасителем, потому что после смерти в другой жизни такой возможности уже не будет. Воскресший Христос является победителем над адом, над смертью. Он знает все наши нужды, Он знает все наши проблемы. Братья и сестры, Он был, Он есть и Он будет жить вовеки. Аминь. Помолимся. Господи, к Тебе мы обращаемся во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Который умер и воскрес для нашего оправдания. Благодарим Тебя, Господи, за этот день, когда мы вспоминаем, когда Ты явился в Фоме, в Фоме, который не веровал в Тебя, но которому Ты явился для того, чтобы утвердить Его, убедить Его в том, что Ты действительно Бог. Сегодня читаете свидетельства Твоих явлений Марии Магдалины, двум ученикам, идущим в Имаус, двенадцати апостолам, Фоме и многим другим. мы не просто убеждаемся, мы верим, Господи, что это действительно было так, и мы верим Твоему Писанию. Это помогает нам в нашей практической жизни, когда мы понимаем, что Ты живой, Ты не мертвый, как те фараоны или же философы, которые оставили свое учение. Ты живой, Христос, живой, который сегодня помогает нам, вникает в наши нужды, который прощает грешников, приходящих к Тебе. Иисус, благодарим Тебя за Твою благодать, за Твое Евангелие, которое сегодня еще проповедуется в этом мире. Мы видим, Господи, что этот мир идет к концу, и мы видим признаки этого последнего времени, но нам, Господи, помоги быть бодрствующими для того, чтобы этот день не застал нас внезапно. Еще раз благодарим за прекрасные свидетельства из Евангелия, которые убеждают и утверждают нас в этой неопровержимой истине о том, что Ты умер за наши грехи и воскрес. Слава Тебе за все нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Аминь.